Ну что, друзья, всем уже добрая ночь, наверное, 23.35 по московскому времени у нас сейчас текущее время. Турнир DreamHound, Destination DreamHack, игра номер 4 между командой Q-Squad и BunkerDown. С вами сегодня Владимир Акапибади и Геннадий Акагесху, капитан команды Cats. Всем привет. Так, Генн, ну что, давай быстренько пройдемся по составам, а потом обсудим с тобой прошлую игру. Состав команды Q-Squad, играющий за Ольгио, NovaStyle, Nox, Mali и Jonas, SomeFan. Есть состав команды BunkerDown, Bassets, Riffme, DMFram, Rus, SweetPro и Flensmeister. Вот, ну, теперь давай, слушаем тебя. Ну, на самом деле, все началось с того, что на стадии пика уже. Там, мне это сразу не понравилось, затея, то, что Андромеда и Монкуин ставить на один лайм. То, что ему два недоранжа против триплей. Плюс, было очевидно сразу, что команда Q-Squad, она сразу будет ставить на агрессивные триплайны харду. Там будет Магнус, там будет Алуна. Плюс еще какой-нибудь... Ген у нас пропал на пару секунд, видимо, жесткий Оренбургский интернет. Так, ждем возвращения Гену. Гену, вернись к нам. Я призываю тебя, я призываю тебя, раз, 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 раз. Алло, слышно? Да, сейчас слышно, но так с переменным успехом. А, вот, ну, сейчас все окей, все, можешь продолжить. Окей, на каком месте там остановился? На месте, не до рейнджей, а Луна. А, ох. И Монкуин. Далеко, да? Далеко, на самом деле. Ну, Андромеда там и Монкуин на один лайм ставить, это был изначально провал, на мой взгляд. Угу. Потому что ставить дух этих героев на один лайм, это очень неграмотно, учитывая, что там был триплайн. Причем триплайн он очень читался, то, что агрессивно, будет такой агрессивный сильный триплайн с Магнусом, плюс Алло, плюс еще кто-нибудь. Можно было, конечно, забрать Алло на ферстпик команде Бункердаун, и потом уже забрать или Бам, или Тундру, или еще кого-нибудь на Соло, а не помню, там оставался. А, нет, там, Гласиус, потом оставался Блуджейстер, Бегемот, поэтому не знаю. Просто сами себя вогнали в такую ситуацию, команда Бункердаун, что им ничего не оставалось пикать. Ну, ты знаешь, на мой взгляд, вот помимо того, что они вначале выбрали себе хардкерри в виде Монки, да, у которой слишком долгий кэдэ на ульте, они дальше себе уже добавили масла в огонь пиком, как ты правильно сказал, Андромеды. То есть, в ситуации, когда можно было взять Вудуджейстер и, может быть, игра совсем по-другому развивалась бы в итоге, да, они сами себя вот опять какие-то загнали в этот тупик. Исходили уже из того, что исходили, а по поводу расстановки по а-лайнам, ну, на самом-то деле, слишком поздно они, во-первых, убрали уже Монквин снизу, поставили на центр, ну, и это уже особо, по-моему, не решило. Ну, да, к тому времени уже Магмус имел почти даггер, а когда Магмус получает даггер, там уже игра переворачивается, скажем так. Поэтому, я не знаю, там, уже в стадии пик уже было все проиграно, как бы они ни ставились, оно Магмус сформил бы, и Магмус получил бы свой даггер. Это вопрос в том, как бы Монквин имела ли она там, по Авертридсу имела ли она, или она вообще бы не имела ничего. Поэтому это такой вопрос времени, скажем так, был, когда они выиграют эту игру. Ну, плюс там силойка всегда фармила, ты всегда получал свой фарм, силойка всегда получал свой фарм Магмус. Даже если бы Монквин получил бы фарм, он не затащил игру против двух фармящих героев. Да, ну и смотри, сейчас все идет к тому, что вот как ты на 3-1 ставил, ты уже по-любому как бы ближе к тому, нежели Гарри Джонсон говорили, да, то есть... Ну, хотя, как сказать, если бункеры сейчас победят, то тогда все будет совсем нежданно, негадно. Сейчас, смотри, смотри, так, давай начнем с того, что у нас произошло по банам. Wild Soul, Офелия, Пеблс, Тундра, Хайтбаны, далее Аллуна, Мараксус, Макбус, Гласиус, Вудыч и Темпест. В логе следующие 6 банов это Джеризайя, Нимфора, Плаграйдер, Даркледи, Поли и Драконис. Соответственно, у нас пошла стадия пиков, забрали Паразита и Силуэт, Фейдаф, Эфей и Фараон. О, ну, Q-Squad, ой, как же, как же все круто у Q-шек, а, Ген, как тебе? Да, очень огромнейший просто, да, ау-е, такой stunlock damage, скажем так, плюс, плюс разведка в виде ракеты, плюс разведка в виде Фейды, плюс там инициация в виде Фараона. Уже 3 жестких пика таких. О, какая-то, какая-то имба от Q-шек у Хеллворнов. Да, им еще забрать Tempest и Алуну, и тогда там вообще будет просто такой жесткий. Слушай, зачем они берут Паразита? Ну, по-моему, уже было видно сегодня, что Паразит вообще ничего не делает. Зачем его брать опять? Ну, может быть, нравится им играть через него. Ну, так, если ты играешь на результаты, ты хочешь поехать в Швецию, зачем тебе брать Паразит, который, блин, нифига не решает? Паразитом брали Q-Squad, на мой взгляд, по-моему, насколько я помню. Да, Q-Squad говорит Паразита. И это было ужасно, поэтому зачем повторять ошибку противника? Дальше у них вообще какой-то разнобой, если честно. Мараксус это окей, Глассиус окей, но вот мне тут не нравится абсолютно в пике Паразит и Торчер вообще. Удивительно, как отдали на самом деле мне Фейду и забанили Дартлети. Это такая неожиданность для меня. Да. А Луна, друзья, Фейда, Фарсагенаджи, Магнус и Фарон будут играть против? Против Мараксус, Глассиус, Паразит, Торт и Силетка. Вот, ну и спасибо от меня, от Гены, от всех нас за то, что вы нас еще смотрите. Хотя полдвенадцатого ночи, а с нами еще практически 220 человек, что радует. Вот, работаем, друзья, для вас. Учитывая часовые пояса. Учитывая часовые пояса. Ген, у тебя там что, уже час, наверное, ночью с копейкой? Полвторого. Полвторого ночи. Поэтому я заинтересован даже победе киевски не сколько со стороны своего прогноза, сколько со стороны сна. Да, ты знаешь, ну эта игра как минимум полчаса. То есть я думаю, что к двенадцати часам у нас закончится только эта игра. Если будет 2-2, то ближе к часу мы тогда уже, наверное, вообще завершим. Интересный закуп, Паразита такой, своеобразный. Вот Бункер Даун все делают для того, чтобы ты пораньше лег спать. Не, ну почему такой закуп на Tempest, скажем так, у Паразита? Да, закуп на Tempest-то это действительно только есть. Фрида, кстати, на Соломит идет. Я даже подумал, что он будет сапогут. У нас снизу смертник. Смотри, Глассиус. Уже как бы погибает. Все, мины, мины. Да, мины, но он уже никуда не уйдет. Нихуда Узи не уйдет, малыц. Еще подошел Магнус, точнее, Глассиус, так на стан, а Магнус сапогон, кстати, против. Да, мне понравилось, как Фараон торпеду пустил уже прямо в трупика. Ну, я имею в виду, забрал тот фраг. Можно было уже ее и фейд отдать, как бы. Ну, фейде. Или фейде и фейда, в целом. Да, там фейда приходит на мидсбот, потом там хачит и веточками, это уже очень сложно против такой фейды. Ну, вот ты знаешь, бункеры нарвались снова. Вот на то, что, вспомни, нарвалась бассетс, нарвался на силке. Снова нарвались на те же самые грабли. И опять как-то это было снизу, только на этот раз они выходили уже ставить, они в своем лесу были. Ну, опять сейчас будет триплайн, там потом будет нас фараон. На самом деле, думаю, то, что будет даблы и фараон на миде, но как-то... Боже мой. Что делает паразит? Он в итоге уходит, смотри, сейчас свой собственный лес, как же все плохо для него сложилось. Даблайн дадут просто с чужим лесом. Там он будет гонять и магнус салуной, просто полюсу находить его и искать. Ну, сломали сейчас уже бункером их начальную тактику, то, что они хотели сделать, уже по-любому они этого не сделают. Снизу не будет стоять паразит. Получается, бункеры сейчас изначально начинают как бы играть уже не в свою игру. Придется отталкиваться от соперников. Ну, да, то есть и на низ салатку нельзя пускать, потому что пускай там салатку против триплы, это такой форум будет просто ходить, на лайн видеть. А как-то и этих некуда поставить, давай их вот классился и мараксус. Посмотри на луну, на луну, посмотри, ну до последнего стояла, видимо, ждали забрать маракса здесь, ну мараксус-то не заберешь, ну ладно, да ладно. Ну почему, ну, хотя бы дэмошь нанести, у него уже нет красной хилки. Ну, куда-то мараксус нужно было, по-моему, в аутпост ему поворачивать, нет? И вот сейчас может померить мараксус. Хотя не хватает, ладно? Ой-ой-ой-ой-ой! Магмус не пошел. Ребятушечки, ну, боже мой, как надамажили здесь кьюшек, Магмус! Какой, какой кошмар. В принципе, план вышел неплохой у команды. Бункер, да, он, не, во-первых, считай, крипов к себе сейчас оттянут. Плюс их не забрали. А, Магмус пошел домой. У Магмуса просто уже идти некуда с таким количеством хп, 60 хп осталось-то. Ну, да, кстати, не знаю, почему он даже очень монопод заюзывал. К Фарона идут, смотри. К Фарона идут. Отбегает назад, поняв, что здесь неладное. Магмус, Магмус. Ой, Магмус сейчас бьет. А зачем идти на вражескую обсерваторию за хилками? Это что за тактика такая особая? Не знаю, но... Он мог все-таки пойти просто домой и уже домой вернуться, сэкономить. Фарон все там сражается, я все... Не, нормально, Фарон выживает, Магмус спрятался там. Никто не хочет просто время, наверное, тратить на Магмуса в этой ситуации. Ну, если подбирает Гласиус... В принципе, будет у него мана на один спел, на колбу. Сейчас вполне даже могут пытаться... Не-не-не, Магмус уйдет все же. Нет, я не то, что Магмус уйдет, я к тому, что Гласиус может с кем-нибудь попытаться убить. То есть, может даже наверх элементарно дойти. Или мидлайн чуть подамажить Фейду. Ну, Фейду будет сложно забрать. А приходит под... Под Вайлдхандером приходит, да! Ой-ой-ой! Неждан для Фейды. Тогда да. Тогда да. Два инвиза прибежала сейчас в Гангдам Стайл. И забрали его. 1-1. Гангд Стайл. Так Гангд Стайл почти как Гангдам Стайл. Ну да, так и случилось. Сегодня посмотрел еще один ролик по Гангдам Стайл из Скайрима. Там персонажи сделали, что они... А, вот я знаю. Видел, да? Да. Слушай, я так думаю, 3 миллиона просмотров с копейками. Ты представляешь, насколько популярна сама... Там уже больше, уже намного. Да, начальное видео. Нет, я имею в виду вот этот Скайрим. 3 миллиона просмотров. Я имею в виду, насколько популярна начальное видео, что столько посмотрели. Там уже больше 100 миллионов, я не помню точно. Там страшные цифры какие-то пошли. Ну, в общем, вирусная, вирусная тема. Капоп, Капоп решает. Прямо по страшному. Да, подбернивает манну торта. В принципе, кстати, довольно они стоят так это... Одинаково, можно сказать, стояли до прихода Ганга. Ну, когда пришел Ганг, там, торт уже стал намного легче ему стоять. Просто, если он еще будет контролировать руны, то торта огромнейшее преимущество перед фейдом в этом плане. Индейцы жили на своих землях тоже очень классно, пока не пришли и не отобрали у них их. Ну, это да. Если с этой потихице рассматривать, то да. Сейчас Алуна, кстати, смотри, усиливает здесь по еду. Оу, не долетает сам. Сейчас торт сам может еще напрячь. Ну, ты знаешь, долетел бы. Снизу руна у нас. Руна дабл дэм, ну, что клач, зачем-то ее сразу подбирает. Я вообще не понял, зачем он это сделал. Все-таки вижен там есть. Вижен есть, да. То есть есть и контрвард. Зачем поднимать руну дд, когда можно наполнить просто торту. Заставил торчера просто отправиться на базу. Выгнал его, да. Мол, уйди отсюда слайна, я по дд постаю. Я с дд крипов. Слушай, странное решение, если честно, ритме. Праздить тем временем путь собирать нас аркану. У нас не люблю январь арканы на прозите. Такой оттягивает твой кодекс на полторы тысячи голды. На взгляд это не очень профитно. Ну, почему-то все собирают. Возьмите, как. Потому что лесник, может быть. А всем лесникам сейчас собирает арканы. Ну, моноринге. Ну, действительно, сейчас уже не модно ПК на первых минутах для темписта. Да, смотри, Валхантер стоит. Долго ли будет стоять Валхантер? Долго, долго стоял. Все, мы должны забрать. Да, забирают. И 2 секунды установлен до фейды. О, зачем? Какая торпеда жесткая сейчас была-то, а? Ну да, торпеда еще прилетела. Там, кстати, на низу Мараксис, Бедняния, Огонь. Фарон сейчас заберет фраг. Вопрос только в том, кого. Паразит, наверное, все-таки заберет он Гласиус. Если Гласиус... Нет, 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 пошел паразит в лес, а Гласиус стоит на миде. Там, в принципе, не догадаешься. Полетела квадрата ракета. Ну, уже не туда, да. Слишком... Ой, как... Ой-ой-ой, ну как-то совсем далеко. Ну да, даже если бы он пошел вот так как-то... Даже если бы он пошел пешком без... Там, без... Без сапог. Он бы туда и просто никак, каким образом, чудно не долетел. Я не знаю, в кого это бросок был, но ладно. Сигурю Мараксис, посмотри на бедного Мараксиса. 77 ГП. Даже как у Аллуны, бедняги. Ну, такой какой-то... Вообще просто... Мне очень жалко, если честно, по-человечески команду Бункердаун. Ребята сами себя опять переигрывают в этом пике. Зачем нужно было брать здесь этого паразита? Я честно не пойму. У меня там крэш вольт. Привет, С2, как говорится. Ну, окей. Вот. Ну, изначально кьюшке какой сильный пик сразу забрали. Три героя, они просто имба. Я не знаю. Очень-очень сильно. Ну, говорю, то, что непонятно ли мне, как вообще дали фейду. И забанили Дарк Леди. То есть, я иду убирать между фейдой и Дарк Леди. Я даже не раздумываю, выберу забанить фейдой. У нас ганг к фараону на топ-лайне. Погибает фараон. Пришел Гласиус вместе с паразитом. И фраг забрал как раз этот паразит. Счет стал 1-3. Тем не менее, как бы 1-3 и в пользу Бункердаун. На данный момент. Вот. Но сейчас наступит у нас мидгейм. Фейда начнет ходить по лайнам. И начнется репрессии жесткие. Все-таки решили не камбэк, но все-таки смогли. Так, сейчас я зайду в игру. Еще пока. Happy Halloween висит. А, ну, нормально. Ты рад тому, что Halloween как бы наступает? Ну, в принципе, да. Не сказать, что я его отмечаю, но атмосфера не должна быть. А ты вообще рад тому, что скоро как бы Новый год? Да, кстати, на самом деле Новый год один из таких праздников, который я люблю. Я как праздник отмечаю и праздную. У меня это вообще самый первый праздник на планете. Самый первый праздник. Хотел сказать, что в честь наступающего Нового года забирают второй раз подряд фараона, но фараон выжил. Ну, гласился, надо вот это, забирать честь Нового года. Да, не стали там давить дальше. И я просто это все к чему говорю, что 2012 год уже практически завершен. Там осталось два месяца. И для меня, например, я опять-таки, я не знаю, чем старше, по-моему, он становится, тем быстрее идет время. Я не знаю, вот, Ген, ты как ощущаешь вообще то, что для тебя год вообще быстро пролетел, нет? Потому что осталось два месяца. Да нет, в принципе, я не сказал то, что я быстро, не сказал то, что он медленно так год как год. Были побыстрее, ну, были побыстрее, скажем так. Так, в принципе, не знаю. А чувствуется, что ты уже практически 10 месяцев играешь на Гарене. Я имею в виду, команда твоя участвует в турнирах. Да нет, мы же раньше играли как и Гарена турниров. Ну, не собственно говоря, Гарена не участвует. Нет, я имею в виду, по факту-то сколько у нас времени-то это все идет? Месяцев 8? Ну да, это уже 10 месяцев. Да. Где-то так уже. Это когда в январе начались переносы. Да, в январе переносы, и, по-моему, первый турнир был, если не ошибаюсь, в марте. В конце марта, чисто. Все верно. В конце марта, потому что 1 апреля опубликовали новости о сотрудничестве с Овнудом. Да, точно, точно, точно. Поэтому, сколько прошло? 7 месяцев. Да, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. 7 месяцев, действительно. Ну, тут эти 7 месяцев много чего испытала команда Кэтс, да, за это время? Да нет, в принципе, я говорю, что мы и раньше играли в турниры, поэтому не сказать, что что-то новое произошло. Я имею в виду, какие-то эмоции в плане, там, горечь поражения на первом G1? Нет, я не расстроился особо после первого дня. Я только вот первый минут 10, наверное, был расстроен, а потом, в принципе, уже отошел от поражения. Потом я просто открыл покер и понял, что это еще не повод G1, это реально еще не повод, значит, что я не могу расстраиваться. Слушай, дайвит F1, здесь 4-й аллелы Мараксоса на нижней башне, не додавило до конца. По поводу хлыну, у меня тут во дворе каждый день просто ночь фриков, поэтому... Ага, у тебя хороший район, хороший подъезд, все дела. Поэтому я тут ночь фриков каждый день буквально. Боже, здесь нереальный фраг сейчас делает фараон. Он бросал торпеду на центр, и вот после того, как он бросил торпеду, она летела-летела плавно, и Фэйда с Аллуми начали файт, забрали в итоге торта, и кто же, ты думаешь, забрал торта? Правильно, фараон? Торпеды? Нет, это как бы обговариваются такие вещи, на самом деле. Да, но это как Аллума, когда ультит. Все-таки дэмодж какой-нибудь Коин, 4 вкачал этот торпед, 200 дэмоджей. Ой, ну нужно было ультить, ну, Фарсейкин! Может, посчиталось, что не заберет в этой ситуации Мараксу, там идеально она заблочила Паразита и Маракса за броском стрел, но так как ей приходилось уже там стоять одной против троих, и на отходе, скажем так, на развороте она не стала. Ультеть. Фэйда! Для Фэйды сейчас может эта руна стать смертельной. Да! Станет смертельной. Нет-нет-нет, какая идея, она должна выжить. Будет и Паразит. Она еще может забрать Паразита, на самом деле. Ну, нужно развернуться, дать стан. А, нет, у нее стану. Нет, стану. Молодец, как за Джекула. Как за Джекула идеально. Вообще, тут Кэтман и уйдет. О, хотя видит, наверное, Мараксуса. Нет-нет-нет. Но Паразит все равно может умереть. Да, нет, Паразит умирает 100%. Тут Фараон стоит, Фараон с ультой. Да, еще Магнус. Ой, ну если бы сейчас это Торпедос, но забрала фраг, вообще забавно. 4-4. Самое обидное, наверное, Паразита тот, уж даже Кэтман забрала фраг. Там, он не знайдевал, она сама его забрала. Это довольно, считай, подарил ей там 400 голды буквально. Ну, вот силуэт Ксетка, кстати, купила себе Сустейни. То есть чисто на фарм, сразу без сапог нормальных. Довольно такой неплохой выбор. Ну и... Даже сразу сделает 0 слон. Наверное, да. Обрати внимание, что в фраг остается еще 600 монет и будет готов. ВПК. Может быть, кодекс будет, почему? В GMA 300. Ну, почему нет-то кодекс там? Минутина на 15, это всегда хорошо. Тоже Светка, она будет убивать прокатство, который сейчас бегает с Устейниром 800 хп. Сейчас, кстати, на верхней лине она уже пришла, Фрида. Ну, это фраг на силке. Потому что рядом фараон и некуда бежать, скажем так, силуэт. Некуда гриппаться. Ох, еще там у полна. Ну, нова красавица. Как-то слишком сильного фарма торта. Я не знаю, почему, вроде как-то. 11 у него. А, как-то этому фрагу нет. Странно. Ну, это вот так вот стоял Минлайн. Ну, не просто, что-то стояло, все равно как-то мало. Говорю, что крипов у него, в принципе, тоже нормально. 50 крипов он убил. Неплохо. То, что не умирал, один фраг сделал, а сапога нормального не имеет. Форсак, хотя бы, варенье он фармит стаки, Магмус получает экспириенс. Кстати, у Магмуса уже зачатки есть на 6-й уровень, я думаю. Как только получится, варенье он присоединится к этот геймбэнг. Ой-ой-ой, смотрите, наверху, что творится. Фейда с Паразитом выяснили отношения. Ну, там аула не хватало. И если бы у Фейды был кодекс, то в пользу Фейды как раз-таки это выяснение завершивает. А так? Там у Душа Фрауна летит, он летит. И попадает в бараки на верхнем лайне. На которых никого нет. Ну, Паразит не побоялся, видишь, я имею в виду, он остался на лайне, не стал убегать. Да, кстати, Фейда вот сейчас посмотрим ключевый момент. Сейчас 1800 голды, у нее останется 300, что она будет покупать. Не знаю, лично я бы собрал кодекс, я любитель кодекса, на самом деле. Ну, я оставлю на ПК все же. Ну, давай посмотрим. Ну, не знаю, в ПК пока нет необходимости, есть Фараон, чтобы инициировать, поэтому, я не знаю. Сейчас, кстати, силуэтку на... Нет, не стал идти за силуэткой, хочешь, чтобы гласил свит. Да заберет, легко. Два удара, восемь дырок. Ну, да, я сейчас делаю ПК. Фараон тут как тут свит. Ой, рядом Паразит сладкий, рядом сладкий Паразит, вот если бы Фараон не потратил эту торпеду... Ну, он знать даже не мог, что там, он даже вообще тут будет, поэтому тоже тратить сюда торпеду просто так. Не стоит. Фаербрайн покупать ее в Парсеке-нарчек. Очень хорошо, изобрешься сейчас, кстати, башню, обратите внимание, никто ее не задинает. Да, еще плюс прибавка ГПМ. Очень плохо, ты посмотри, посмотри, как к 13-й минуте у нас сейчас бункеры совсем расслабились, они даже ТП не делали, Глиф вообще... И даже день... Подожди, не то что день... У Маракса нет ТП у Тарта. У Маракса вообще жизнь самая печальная была, и Глиф. Боже мой, у силуэт нет ТП, единственное ТП два человека, три. Три человека, двоих нет. Поэтому Мараксус вообще не завидует игре, его сказали, иди на соло-харт против триплы из той, как хочешь. Ну, ты знаешь, пик Маракса, конечно, хорошо, но, по-моему, когда у тебя уже есть Паразит, и как-то это все так вяло смотрится. Ну, вот пик Паразита, скажем так, помешал Мараксусу раскрыться. Потому что, если взяли какой-нибудь Саппорта, там сместили бы триплой, и даже постояли там триплой через Мараксусу, было бы вполне неплохо. Мне жалко басаться, как он классно первую игру сыграл на силке, и так вот сейчас заставили нам терпеть на... На Мараксусу, да, я хотел его назвать, я не знаю, каким животным его обозвать, обычно четырехкопытное. Хотел сказать кентавр, но он на кентавра не похож. На кого он похож в изначальной своей... На кентавра, наверное, все-таки, да, наверное? Раскачанного, мускулистого. Да, не знаю. Ну да, такой кентавр ходит. Что-то типа кентавра. Гласиус в... Ой, я не даду, ульта он фараон! О, боже мой! Господи, да он не промазал, он очень долго думал, улететь или нет. Торпеда уже просветила, и он так, ну, не знаю, может, дилей? Может, и за дилей? Да нет, играют же европейцы, европейцы. Дилей-то нет. Счет того, что это шведов, у них кинг. Ох, фейда раскрывается, убегает. Даггер, кстати, у фейды. То есть, не знаю, неодобрявят даггер, когда есть фараон. Хотя этот фараон ничего не попадает, поэтому я не знаю. Да. Не доверял бы этому фарону. Файт? Фейда? Ну, фейда просто развлекает их, не то, что она будет файтить, она просто развлекает. Угу. А, вышку тем временем забирают, там форсики нарчер снизу подпушиваю, через вышку будет. Мараксус. Ох. Получает только Мараксус, фараон, бразит, он бежит на мульте. А то он составляет, там, и выходит. Как здесь выжили-то? Так, а что у нас на такое? Нет, не вижу. Мараксус. Не сп... И дальше каждый сам за себя уходит. Раз-раз. О. Слышно меня, да? Да. Там зависла картинка, почему-то на двиче непонятно, я пошел смотреть. Что там не так? Зависла картинка. Странно. Странно. Сейчас я... Не знаю, почему, зависла. Сейчас. Говорят, звук есть, а нет картинки. Сейчас я тут уже гляну. Да, кстати. Может, это за буфера бывает? За что люблю твич, так это за его буферизацию непонятную. Ну да, там картинка вечно вести, а звук идет. Да, звук есть, а картинка вести странно. Непонятно, какие-то... Ну ладно. Сейчас, но парадит, ты кстати, будет раскрываться фейда. Да, бегать. Ну, это смерть, смерть паразита здесь должна быть! Молодец, молодец паразит. Чем из кодекс. А нет, кодекс не было. Подкоп от Магнуса. Какой-то быстрый бёрст демадж был. Магнус погибает, обрати внимание. Торт быстренько разобрался. Со всеми и забрал добыл. Ой, гриппает, гриппает дальше, смотрю, носилка. Гонит Аллуну. Переключает в итоге свою ульту и... Не захотел, там, мало ли, Форсеки Нарчер, там уже рядом была. Ну, уже, по-моему, там, момент себя уже исчерпал. То есть, продолжать смысла никакого не было. Улетит у нас в итоге Форсеки Нарчер в Энчинтов. Стандартный. Фронт странно, что не завязывал в ракету, чтобы украсить их Энчинтов. Я уже заметил за ним такое, что не любитель что-нибудь, да, с ракетой сделать под Блэйс Энтимейтом. У Q-Squad уверенно так набирает ход, скажем так. И, по идее, все в их руках, чтобы выиграть эту игру окончательно. Фейда, кстати, начала делать хилл флауэр. Еще Ласис байтит наверху на варде, ее увидят. И Фейда просто уйдет. Должна уйти, по крайней мере. Да, уходит. Маракс покупает даггер. В принципе, неплохо. Довольно на 18-й антидаггер. Чем-то, что он был там соло-хард. И против триплы, и там, минут 10 не подходил даже крипа. Так, где-то паразит, я все чекаю отвеч, и реально вижу зависшую картинку, и идет звук. Что за борода, вообще непонятно. Я ставлю на то, что вот этот буфер, который там разделяет поток на качество 240, 480, все остальное, вот каким-то образом замечательно разделил. Вырезал все основное, оставил звук. Ну, не знаю, в этом не разбираюсь. Я тоже не знаю, я думаю, странно, странно. Есть у меня возможность написать твичам. Сейчас напишу. Ну, тем временем, все, что в небольшой фарм, все играют на форсеке. Арчер все играет на силуэты и на торта. Довольно, кстати, интересно будет посмотреть за ходом тимфайта, как прыгнет на Агмус, как прыгнет на Раксус, и как сделает торт. В принципе, все-таки форсеке и Арчер я не сомневаюсь, вот у этих трех есть небольшие сомнения. Фармбайте снизу форсаку, все на мидлайне. Мараксус летает на Мараксус. На мусорце. Ой, тут сразу 2 тп, смотри, 3 тп, еще сюда приходят паразиты, нужно добивать фаралон! Торпеда хорошая, просто по всем попадает, по кому нужно было попадать, форсеке и Арчер попадает, также своей ультой в Мараксусу. Фраг! Дабл тап, друзья, продолжается сражение. Фейда в ульте находится, ждет, наверное, момента. Угу. Ну, сейчас жаррет в Глассусу. Нет, нет, пойдут все-таки зафейд. Ух! Форсеке и Арчер. Молодец. Блочит. Силетка блочит полторта с ростой. Ну, торт должен делать килл. Там довольно интересный момент был, там торт толкнул паразиты к чужим врагам просто. Там паразит уходил, когда на стол, он развернулся, и он его толкнул прямо к ним. На тебе, держите вам подарок. Три в три. В итоге у нас размен на 11-9. Пока что у нас счет. Да, с чем я и говорил, что он таблет на лакошке. Так. Ну, на самом деле, очень хорошо сейчас играл торт. То, что размен очень хороший в связи команды Бункердаун. То, что все фраги забрали, можно сказать, у Летка и торт. И экспириенс, и голд. Торт, как известно, вообще, на мой взгляд, один из сильнейших керри, тоже керрион считается для меня. То, что он ходит там, ну, просто там, оед, может, такое раздает тимфайта, что ничего против всего не сделать. Поэтому фидить его тоже не очень хорошо, и форсаки на все вполне может не вытопить против такого героя. Лейт игре. Ох. Фейда красиво ушла на дагере. От дагера Маракуса. Прям за секунду твоего прыжка. На тимплее, можно сказать, на стиле, как говорится. Паразит, тем временем, я не знаю, что собирает. Паразит у нас, но он бегает с тысячей голды, фейзами и монолинга. Но, видимо, что-то интересного хочет купить. Как-то даже никаких идей дагер, таких еще и тап охрану покупать. Хилфлавер, он бы уже одну штучку бы купил. Вот так, фейзик его знает. Ну, опять же, ушли все какой-то небольшой фарм. Любят пофармить, что те, что те. Оп, ловят Тарта у нас на Энштейн. Сразу в три ульта. Сделают фраг, прорывается здесь Фараона. Мараксус рядом, у Мараксуса, друзья, ПК. Ультует Гласис, молодец. Фараончика нужно добивать. И есть фраг. Решили отдать Фараону и уйти. Но, в принципе, размен хороший. Тарта на Фараона. Даже, я бы сказал, очень хороший размен. Ну и вард еще отдали. Ну, в этой ситуации хотя бы так, что называется. Так, прошла картина. Чем-то то, что там еще мог умереть. Ну, фейда могла умереть, но, в принципе, все пошло нормально. Шанкинхэй, покупать себе Форсаки Нарчур. Довольно неплохой, не такой затар для 23 минуты. Для 23 минуты. БКБ там, геометр с Бэйн и еще Виспиринг Хелм. У силуэтки уже всего 1-0 стон, но, в принципе, фарм она четко отстает от Форсаки. Ну, как четко, даже солидно отстает. ГПМ, даже если смотри, 170 ГПМ. Просто по жести отстает. 570! Почти 5, да, против 406. На 170 показатель... Хорошо. Ну, лично, на мой взгляд, человек сильнее, как Керри, чем Форсаки Нарчур. То есть, поэтому... Просто дамаги, дамаги больше сроки выдают. Ну, да. Ну, если бать тебе файт конкретно, то Форсаки Нарчур. Та еще надоедливая дама, скажет. Ну, так. Там, как уже ляжет ульта. Как только видели, там буквально здесь ульты из прокаста умирает даже силой. Ой, гриппает! Фейда все охотит за паразитом, там, по-моему, какие-то личные счеты. Она все время бегает только за паразитом. Ну, мол, я ганкер, ты ганкер. Я лучше ганкер, чем ты. Давай проверим. Разве только так? Потому что я уже не посмотрю, вернее, за фейдой. Она все время где-то бегает там, где паразит. Или паразит сам находит ее. Паразит, кстати, делал будет кодекс. 400 голды ему осталось. Неплохо. Отдадут вышку. Просто всякий Нарчур очередной. Нельзя все-таки так вышки отдавать. Ну, кто-то вот сейчас юзает тпшечку. Паразит идет. Паразит идет. Тут фейда стоит. А тут рядом как бы и Магмус с пкшкой. Можно пофайтить. Прыгает. Опа! Задицемплилит арта. Магмус кастует ульту. И сейчас будет рваться. Врывается подкоп. Делает под Мараксуса. Минус Мараксус. Хорошо сейчас летел фараон от порта. Потому что меня вообще не верно. Что делает силка? Силка делает фраг. Вот что делает силуэт. Тем временем здесь задислиблили. Держат и никуда не отпускают ритми. Делают на нем килл. И отбегает назад уже силуэт. Но это ее иллюзия. А где реальная? Стоп, а куда? Я подъем. Она свапнулась на базу. А, вон она на базе, да. Он запрыгнул. Я потерял. Опа! Что это такое? Паразит? Откуда? Мы вас, сэр, ждали. Ой, ну Алуна загуляла. Отдаст глаз. Да, еще и гем. Вау. В принципе, вроде бы неплохо начали. Кью-скват. А потом как-то вот сейчас вот эти вот две отдачи. А ты знаешь, они рано разбежались все. И на ТП ушла ФА. По-моему, стоило подождать вместе с Мэйтом и убегать. А так, получается, сдала их. А так, получается, отдали двоих. И еще не самый лучший размер уже вышел. То есть, как бы, не забрали силуэтку, это главное самое. То, что вроде как и тартак, конечно, убили, это хорошо, но силуэтку-то не убили. Да. А силуэтка потихоньку-потихоньку, она вон там фармит. Ну, 600 гпм плюс Форсеки Нарчер уже смогла сделать. Довольно интересно, сколько она сможет выбить максимум. Меня немножечко беспокоил этот момент с фарма Форсеки Нарчера. Дело в том, что... И, наверное, беда-то в том, что Бункер Даун ничего с этим поделать не могут. То есть, как не пытается забрать ее, а у нее только одна смерть за эти 25 минут. Там все зависит от того, если Марак с нее прыгни, там Борзит даст нее кодекс, там Борзит буквально с прокастой, на половину хпс несет, там еще Торт, принципе, может ее убить. Поэтому в теории это все она легко убивает за жену. И они трудно еще пока что ее убить. Ну, нужен фокус просто ее конкретный, и чтобы она не вышла из стана, грубо говоря. А это сложно сделать, потому что она не бегает одна. Ну, да, то есть позицию грамотно держит, и все, он даже так, когда они правильнее. То, что надо они хоть, там позицию всегда правильно держат. Не, не, не Мараксус не добегает. А так, если Мараксус там влетит, то там Борзит, говорю, там Торт влетит, там Силатка даже с Даггера влетит. Может, это уже форсеки Нарчер смогут сломать. Фейда ищет, Фейда ищет, нет, тут контрвардов, друзья, находит она Мараксус, сейчас будет его десаблить, тем временем будет погибать здесь Гласиус. Подкоп классный, Мараксус, друзья, встань и минус Мараксус сразу же. Хорошо, Фейда застанет, а так же вместе с Тортом влетает еще на Гласиус. И десабл в Гласиус, да, от Фараончика, друзья, это фраг, стоит Торчер, Торчеру нужно, наверное, уже отходить назад, нет, он почему-то поворачивается вперед. Подкоп, соответственно, под него диалоги, Торчер погибать должен был бы! Стартом все в порядке. Ну, Фейда, ты знаешь, я не знаю, сзади стояла почему-то, не знаю, так хотели забрать башню и не добили Торта. На самом деле, почему-то у меня не покидало всю игру, чувствую, что мне вот рифм не напоминает Ху Янга, но я вот сейчас вот открыл его, а это реально понял, что у него даже нет сапога, сейчас я на 27 минуте. То есть ты реально понял, что это Ху Янг? Да, нет, на самом деле у меня какое-то было чувство, что я вот наблюдаю, как человек реально играет как Ху Янг, вот так же, например, я думаю, что-то как тут есть с ним между ними, это похоже. Мне вот интересно, ты сейчас оскорбил этим самым ритмом или все-таки дал плюсик Ху Янгу? Ну, не знаю даже, потому что кому и кого я оскорбил, а кому нет, просто без сапога бегает Глазь. Мне кажется, что Ху Янгу было приятно, что ты его сравнил с ритмом. Ну, просто тут, не знаю, как-то одинаково играть, одинаковые стилии, просто похоже. Ну, не дали здесь Глазьу вообще ничего сделать, как обычно это получается, то есть варды за ним, саппорт не какой-то за ним, 7 ассистов за ним, и его постоянно убивают в каждом файте. Ну, 7, кстати, Глазом подобралось сейчас, там Глаз такой лежал халявный на мидлайне, подарочек. Ну, не знаю, саппорт-то все-таки можно оформить до 30 минут. Подожди, как на мидлайне Глаз лежал подарочек? А, там между Вард? Нет, нет, Глаз им не лежал синий. Глаз же, а у Алуна забрали еще до этого справа. Нет, 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 сейчас вот он лежал там просто, как этот, не знаю, там в вышке просто он лежал. Может, он его перекладывал, я не знаю. Наверное, перекладывал, потому что это же Зара, а еще до этого у Алуна лишилась глаза. Может поразить просто выложил у Анау. Да, 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 наверное, так было. Силуэт внизу. Подфармливаешь, 455 текущий у него ГПМ. А тем временем, тем временем, наверху Фейда вместе с Алуной. Туда же у нас еще идет Магмус. А Форсеки Нарчер собирает себе винтбол. Даже ирония в том, что Форсеки Нарчер в минуту делает больше ГПМ, чем Глазис там за игру нафармил. Что же поделать. Да, смотри, готов винтбол. Он торт, кстати, как-то всего понемногу купил. Сначала, видимо, решил покупать Шанкинг Хэт, потом понял то, что нужно что-то другое покупать. Не смог он определиться, видимо, что конкретно. Слушай, давно я не видел вингу, если честно, прям вообще очень давно. Ну, почему? Не знаю как-то. Просто не доходит игрой обычно такой стадии, когда его можно собирать. Атак, это один из сильнейших артефактов для агилити. Героев плюс 60 дэмэджи, плюс армор, плюс уклонение, плюс атак спид, плюс даже 60 атак спида. Так-то очень много. Капидей даже больше силы. Ну и плюс еще решает то, что видишь, нет Савидж Мейса у Силки. Ну да, причем он даже и не будет его, по крайней мере, сейчас. Поэтому можно сейчас шелбрейкер заапгрейдить, чтобы хоть и дэмэдж. Поэтому тут форсака вообще далеко впереди в плане дэмэджа. У Файды, друзья, у Файды как бы холл флаур. Сейчас может погибнуть таким образом. Хорошо, все сделано. Сил сама себя перемудрила, сил сейчас погибнет. Нет-нет-нет. Там все было сделано очень красиво, на самом деле, трансмейстеры. Да? Да, сначала он застанял благих под ТП, которые сделали. Потом он вернулся, чтобы убить Алуну, но потом он слапнулся. Я поздно увидел его ульту, вот в чем беда. Иллюзия, куда я убежала. Но почему я так подумал. Там все было даже очень... Здесь его еще Алуну забрали, беда, шикарно. Так, в принципе. А так, да, просто молодец. Мои хороша, просто молодец. Фейдап опять бежит. Ну, опять Гласиус мертвый. Ну, что поделать. Ну, тут Маракс, конечно, рядом. Но сейчас третий скилл. О, куда? Куда нормально? Есть, на месть. Наконец-таки-то. Ритми думает, ну вот она, вот она, собственно. Рыба моей мечты. Забайтил. Да, я забайтил как босс. Между Бараками и Конгором там я забайтил. Не, ну очень классно. Почему? Размерили 8-й левел на 15-й, это круто. Да, но... Тут скорее не его заслуга, то, что Фейдап вышла тут же. Не разведав, кто рядом, кто не. Ты посмотри, после этого размена в плюс по XP вышли в Бункердаун. 1600 в плюсе по XP. Ну, ну ладно, то что. На самом деле по XP не так все плохо. К идее. Торт хороший уровень. И Симарак поднял неплохо так уровень уже. У Легиона-то Алума 9-й вообще просто. Плохо. Ну да, новый отстает как-то, не знаю, потому что они вроде как-то выигрывают, причем неплохо так выигрывают, на мой взгляд. 7000 голды, но как-то по игре все равно побольше чувствуется. Но все равно я не знаю, как. А, так, потому что в Хрону нет айтема, вот в чем дело. В Хрону такие дешевые айт. Как-то даже не сомневается, что ли, с такими айтемами. Ну вот, ты знаешь, Энерджайзер меня немножко смущает, что это такое для того, чтобы быстро бегать, бегать, догонять. Там такой саппорт айтем. Ближе, ближе, ближе подходящий тогда уже в этой ситуации Алуме, видишь? Да, как бы айтем-то сам хороший, только не тому герою. Причем он не самый такой дорогой, чтобы Алума не могла себе его позволить купить. Да. Тем более, если он может позволить себе купить, он у меня фитбук. Плюс 10 контента, он там буквально 5. За штукарь, конечно. Там 430 голды различают. Так это отстраняешь, как правильно сказать, я даже забыл. Ну, суть важная. Ну, мы поняли все, что ты имел в виду, но в любом случае, как бы, да. Почему это не Алума не купил этот саппорт айтем? Зачем вообще это фараону? Эти 1400 голды он мог потратить на второй себе, на вторую аркану. Ну да, и там уже немного сима-салл сдача флауэра. Мог на эти деньги даже купить за 1100, который плюс 250 хп, как-никак, на протяжке. Действительно. Просто, видишь, неофит, это, видимо, все-таки Table of Command. Сейчас фейда вообще в очень опасном положении. Фейда сейчас, ой, а что такое? Подожди, я потерял фейду, где фейда? Она обликнулась, кангору. Ааа. О, идеал! Просто идеал, друзья! Минус 3 сейчас будет! Да, фараон сейчас шикарный, что просто улетел. Лучший вариант всех возможных. Ну и Паразит, я думаю, не уйдет. Нет, смотри, вселился. Нет, Коктопульта вовремя подошла. Именно Коктопульта. Силка, силка, силка! Смотри, фараона тут! Ой, боже мой. И свапнулась, молодец. Ну вот это самое надоедливое, конечно. Тошна, свапнулась. Ох, Паразит, а Паразит... А что Паразит здесь забыл? О, Мараксус прыгнул. Мараксус не долетел. Боже! Слушай, как грамотно играет сейчас силуэт. Такие вот, значит, тактические размены. И еще посражается с Форсекин. Нет, 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 не застанет, но... А чего боится-то Форсекина Аршера, можно было посражаться силу. Боится Мараксуса, который там шел. Она, потому что там Мараксус же еще... Ох, как же было красиво сыграно, конечно, фараон плюс Форсекин Аршер. Такую идеальную комбинацию сейчас сделали, что... Но просто, ну, я не знаю, идеально... Нельзя было в этой ситуации ничего придумать. Другой момент, что оставили силуэт позади. Силуэт начала вырезать. Вот это очень плохо. Она Луну вырезала, Магмуса вырезала, я видел. И потом уже фараона добила. Ну, делала все как и надо. То есть, Фрэнсмейстер очень молодец, большой в этом плане. Самое главное, что Конгора в итоге не тоже задейферни, а его даже забрали. Да. Очень сильный такой переворот, на самом деле. Склады, склады сейчас хоть и красивую комбинацию сделали, в итоге, по-моему, этот момент проиграли вообще по числу. Да, как-то разделились, что ли, сильно, то есть... Маммус оказался вне позиции. Символов рейдж покупает, типа, Форсекин Аршер. Суровый буст. Очень сильный айтем. Третий кодекс у паразита. На самом деле, такая... Довольно интересная айтема у Форсеки для 3-4 минуты. Так, очень много у нее айтемов. Почти в 6 код, в 6 слотов осталось там все у нас. Ну, там, тп-шку. Тп-шку заменить на Саведж Мейз и танк риты. Уже такая Форсека будет, которая там 1 в 3 может стать драться. И спокойно всех убивать. Купился страйдеры, и все. Сейчас, ты знаешь, Фейда поступила непонятно. Можно было Алуни дать возможность дособирать тейбл в команду, а она косой забрала всех крипов. Вот и еще раз. Нет, там уже потом, она вот, потому что, видимо, извинилась. Потому что сначала 2-1 скилла, потом Алуна пробрила. Допачку крипов. Так что все там нормально. В принципе, игра так средней переместив. Потому что есть еще тот, помимо силуэтки, который, как-никак, но дэмэджов очень много раздает. У него есть Жанкинг Хэд, у него есть 1000 голды. Даже если торт соберет Хекс, уже ту же Форсак можно будет убивать. Ну, ты знаешь, мне очень нравится вот эта четвертая игра. Она очень классная, она очень интересная. Причем, если бы, конечно, чуть-чуть было, в начале побольше. Ну, тут еще, видишь, у нас до конца не ясно, кто в итоге победит. Тут. Ну да, то есть тут, как уже команды сыграют более, скажем так. Даже не по пику то, что там проигрывали, но как команды им разыграют. Ну, вот это фейл от стайла. Как так? Прыжок, ульта, кодекс. Все. Мне показалось, что там фейда раскрывалась. Не-не-не, она фармила, наверху осталась. Но это ее наказали, вот эта вот жадность фрая разгубилась, что называется. Стоял, стоял, дальше фармил. Сколько можно было, я был наказан за это. Все правильно. Молодец, паразит. Паразит, сейчас вейтгейм тоже такой сильный герой, который там пятый кодекс. Ну, склады, по-моему, расслабились, и знаешь, они, по-моему, уже совсем противника за противника не считают, что ли. Потому что так ходить, соло, на далеко, в чужой половине карты. Не знаю, не знаю. Без вардов, тем более там во вражеском лесу, что-то стайл реально сам себя переиграл. Силуэт, к тем не менее, не забирает. Четвертый кодекс, да, паразит, то есть там даже паразит сейчас может фарсеки, нарчерк на пол-хп. Ну, и на пол-хп, ну, чуть даже больше где-то сносить. Ну, ты представь, если паразит сейчас практически на фулл-хп забрал фейду просто. С прыжка, с ульты и с кодекса. На фулл-хп? Фулл-хп, 1200 хп всего, на самом деле. И без шубы, поэтому ничего в этом удивительного нет. 1200 хп там, четвертый, третий кодекс, как-никак, но должен выбивать. Ну да. Блин, вообще, конечно. Сквады, склады меня немножечко огорчают. Вот так вот мне оставил сейчас. Ну, лайтпик посильнее, даже не знаю, по идее посильнее команды Хеллборна. Именно лайтгейм. Ну, у них торт есть, видишь? Там торт, силуэтка. Ну, у них еще и Мараксус, в принципе. Паразит, который очень сильный герой в лейте. Там, вот эта вот пассивочка его, которая плюс 20% дамеджа. Она очень сильно всекает. Именно в плане кодекса. Потому что там 800 демо, у них чистых идут. Просто, у меня, те в лицо. Ну, так вот сейчас как раз с фейду и получилось. Просто сзади прыжок, все. Фейсхак, поехали. Фейдай бежит вот. Вайлл-хантер. Вайлл-хантер, кстати, сейчас может очень сильно не замес. Можно реализовать сейчас Вайлл-хантера и действительно будет реализовать. Ну, просто он на ком ищет. Вижен, Вижен ищет, но фейду не видно. Ох, видно у него глаз! Ох, ну да. Вайлл-хантер говорит, что может очень сильно перенять игр. У него глаз у паразита просто, видишь? Вот это фейл. Да. Стайл второй раз подряд умирает. Стайл сейчас может сделать этот матч. Довольно интересно то, что 670 гпм форсака, если она проиграет, будет довольно обидно, наверное. Нокса. Потому что столько фармил. Да, то, что 100-100. В принципе, и ошибок, то он здесь не допускает каких-нибудь 10-1. Он там убивает, он на артифайтов всегда вышки. Ну, спасибо команде, наверное, хочешь сказать за вот эти вот. В данном случае два раза подряд Стайл ошибся. Ну да, то, что подфидил паразиту, который сейчас уже будет 5-й кодекс, тоже не очень весело. Фидить героя такого очень жесткого мюнкера. 20 секунд надо как-то миличной бараке все-таки продержать. Ай-яй-яй-яй-яй, отдают форсакенарча, друзья. Очень плохо. Нет, она еще жива, разгорачивается. Отхиливается за счет символов рейджа, делают фраги. Вау, ну... Хорошо сейчас. Повезло даже в какой-то степени, чем форсакенарча. Боже мой, ну... Мне жалко бункеров. Ну так все хорошо. Неужели нельзя было дожать там чуть-чуть? Ну да, все-таки стоило. Ну силуэт обязана была там дальше проложать это сражение, блин. Знаешь, что самое интересное? Если Паразит внес бы себе курица 5-й кодекс, она бы умерла. Это фейд. Да. То, что... Просто вот... Не захотел бы Паразит нести себе 5-й кодекс? Ну, будет... Будет... Будет биг камбэк. Сейчас два выкупа будет, и Гласиус уже будет готов. Есть? Есть деньги. Есть, есть. Будет в любом случае выкуп. Ну, по-любому, я думаю, будет выкуп. Никто, я думаю, мид сейчас отдавать не собирается. Ну, торту на самом деле. Жалко такие. Жалко. По сути, ты можешь купить себе штучку за 2700. А куда деваться? Да, да, выкупается. Куда деваться? Да. Гласиус умирает. Ну, Гласиус вообще-то, ну... Лучше уж выкупился бы Мамараксус, а второго досидел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что творится? Просто, друзья, у нас файл! Снова очень классно поставлено полимонии! Ну, сражение! Фарзагеннаджа до сих пор жива! Её, друзья, пытается забрать силка, но и силуэт уже здесь тоже должна погибать. Ну, Файда, куда? Файда, развернись! Господи, развернись! Что ты делаешь? Боже! Нет, нет. Там форсайки нарчер. Была быстрее, чем силуэт. Файда! Что ещё не было? Что это было? Ну да, это, конечно... У неё был стан, у неё было замедление, у неё было фулл хп, а она отдала своего мейта. И в итоге тоже, вместо того, чтобы тогда убегать на ногу, уже спрыгать с ПКшкой, она просто вообще развернулась, хотела добить, додумала. То есть, да, я могу забрать сейчас силуэт и фейспалм. То, что сейчас минус тон, то что силуэтка все фраги забрала, там, стрик собрала с форсайки нарчер. Может, не такой сильный стрик. 800 гауд. Как так вообще можно было? Стайл просто сделал этот матч, реально. Склады, я думаю, я уверен, что Склады сейчас недовольны тем, что происходит. И эта игра уже, наверное, процентов 87 в пользу бункеров будет. 8500 по хп. 25-й силка. Ой-ой-ой. 25-й силка. И 18-й Мараксус, 19-й, ещё 18-й. Ну, это просто превосходит то, что имеют сейчас Склады. Ну, пожалуй, то, что мне не нравится, конкретно, то, что вот именно этот даггер на фейде, вот он мне вообще никак не нравится. Блин, да, просто, просто Стайл как-то вот перестал использовать вообще свой потенциал, вообще абсолютно перестал. Ну, а как вы используете, если у него даггер и хилфауар, не погангаешь? Ну, хоть как-то, ну, хоть что-то. Ну, ну, в этой ситуации сейчас яркий, очевидно, был момент, когда Стайл просто, я не знаю, что он делал вообще. Ну, я поэтому я не люблю вот такие вот даггеров, где есть фараон, по крайней мере, который, ну, должен влетать всегда первым. Ну, так, ну, опять, опять, Ген. Ну, сейчас такой классный мумий поставил фараон. Так было жалко, что рядом стояла Форсеки Нарчер, и где-то там была опять у нас фейда, что там происходило. Ну, я даже не знаю, где она была, она, я даже, по-моему, не помню. Там, по-моему, Четан за паразитом перегонялась, а он зашел, убил Магмуса. Да? То есть, Магмус тоже себя вообще не показывает в этой игре. Ни одной хорошей ульты от Магмуса, да. Ни одной хорошей ульты. Ни венстанов таких вот именно там, по-двоим, по-троим тоже не было замечено. То есть, он как-то одного станет, потом где-то умирает от всего-таки. Фараон заюзал энерджайзер, убегает, оббежал и поднимается на обелиск. Поэтому Магмус тут очень сильно недоигрывает, и фейда очень сильно недоигрывает. Ну и что сейчас будет? Потому что не файтить или собрались? Будут файтить? Куда? Ну все... Куда? Куда? Ну... Боже мой, смотри на файт. Все-таки надо реализовывать его. Смотри на файт. ФА! Ух! Тарта нет байбэка. Ну как так-то? Ну смотри, они все по разным сторонам сейчас с бункера. Ну, ребят, ну что ж такое вы творите? Хорошо, что что не забрали. Силуэтка сзади был бас. Ох, копает я. Погиб. Ой, молодец, ну какая! Вот это скилл. Вот это скилл. Где опять фейда умерла? Не знаю. Фейда умирает там, где ее не видно. Паразит ее нашел. Ну снова паразит, молодец. Паразит выполняет свою роль. Он убивает или Магмус, или фейду. И 4 на 4 файта против файды. Слушай, ну сквады опять проиграли этот файт. Брать внимание, еще 4000 они экспы дали в плюс Хеллборна. Ну да, они, во-первых, проиграли файты, и они проиграли с дабл дэмэджем. Это, пожалуй, самое обидное. То есть, как бы, ситуация, когда на дабл дэмэдж. На такой минуте игры, это, пожалуй, самая сильнейшая руна, которую может быть. Но, но, ты же обратил внимание, генг, почему они проиграли этот файт. Хорошо все сделал фараон, базару нет. Но он сделал это поздно, после того, как промазал уже у нас стайл опять. Он прыгнул, промазал станом, и после этого влетает фараон. То есть, после того, как промазал станом, нужно было уже перегруппироваться и по-другому сыграть. Но... Ну, храм, по-моему, просто ждал где-нибудь торта. Уже все торта, потому что торта с дабл дэмэджем-то быстро убьет. И вот ему... То есть, торт купил себе плюс 10 кармору. Тут, мэр, интересный выбор. Ну, ты знаешь, Емот вместо Энерджайзера здесь, конечно же, нужно было тогда шлем уже покупать. Но уже поздно. Ну, не продавать же Энерджайзер. Да, уже, конечно же, конечно же, не продавать, да. Учитывая, что еще слот есть. Дает 75 мус-спида на всех там в темфайте. Очень много, на самом деле. Смотри на Форсакен. Все, купил Асавидж Мейз. 6 слотов. Да, 6 слотов Форсакенар, черт, и будет очень жестоко. Ох, улетает на торта. О, торт. Одна атака! Какой хороший бласт от Гласиус. Красавщик, приходит силуэт. Всего это одна, всего это одна, друзья! Хороший свап, молодец. Развели, развели фейду. Развели на БКБ 2, это, пожалуйста. Вообще, просто развели, как я не знаю, как детей. Сейчас, Слоу, нужно купить яхилочки в БКБ магазине, и уже пойти пушить вместе с самими тиммейтами. Ааа, все, все живы. У Хеллборна все живы, сейчас. Но БКБ же нет, это главное. Двух БКБ, двух главных персонажей. Это все-таки не хухрый-мухрый, как говорится. Плюс силуэтка еще без ульты. А вот и прыжок, друзья, от Мараксуса. Давно не видели инициации. На Форцеге начался сражается. Магмус ультует, но там могилей никакого нет. Он просто там погибает, друзья, в мумиях. Ой-ой-ой-ой, Фараон, тоже смерть. Молодец, кстати. Классно он здесь постоял до последнего. И что у нас? Мараксус гонится. Аллу надает стан. Фейда сражается. И Фейду убивают. Сейчас будет, друзья, Иммортал. Отменил. Иммортал. А где Иммортал? Сколько там уже стрик-то? Один фраг пойди. Раз, два. А, два фрага. Три фрага, три фрага. Три фрага. Да, еще три фрага. Три фрага еще, да. Я уже думал Иммортал. Ну что? Два фрага. Два? Она первый раз, первая, что ли, умерла? Раз, да, она умерла же. Я имею в виду, она первая умерла. Если первая умерла, то тогда два фрага. Если умерла после того, то есть когда один-один было. Шесть булбасов уже всего играет этих. А их четыре уже проиграла. Ну, в общем, друзья, команда QSquad сейчас одержит... Команда BunkerDown одержит победу. И поражения за сквадами, скорее всего, будут. Потому что 18 тысяч экспы. 18. Ну, почему сейчас нету токена? Все, токен будет торт, а? Если сегодня, так удачно забрать. Но, в принципе, это... Ну, смотри, забрать силуэт сейчас становится практически нереально. Она играет очень грамотно, очень умно и не суется сразу. Все-таки есть байбэк. Между прочим, что же стоит мессить. На самом деле сейчас вот как-то все разошлись. Форсекин там остался одна. В нее влетели и это очень сильно решило. Там кто-то 6 минут назад сейчас написал следующий матч в том, что ура, ГГ, 3-1. А там поворот не туда пошел. Никакие 3-1. Там еще далеко за третий. Да-да-да. Kick this fate now. Кто-то пишет. Он ставил действительно, конечно же. Еще 15 минут назад феерично поотдавался. Да, там не только он успел. Отличиться. Игра уже затянулась на 50 минут. На 30 минут там рассчитывали, да? Что-то страшное, Гена. Я не ожидал, что вот так вот все пойдет. Уже пол первого ночи для меня, для тебя это уже вообще там ужас. Для Казахстана еще плюс 2 часа, а уже пол третьего. У меня тоже как в Казахстане. А, ты же плюс 2? Так у тебя же пол третьего? Да, у меня вот 2.20. О май гад. Что творят эти замечательные профессионалы европейские? Не, ну у них там сколько времени? Я уже даже... Минус 2 от нас. Это вот 10 часов. Нормально, что. В принципе, мы так же играем в Гориан турниры. На самом деле, даже не знаю. Идти и форсаки наш, теперь нужно заменить один слот на... На криты? Или на криты, или на ноль стон, потому что хиллфлауэр. Такая вещь, которая вот ее реально уконтрит. Даже тот же шокинг-хэд заменить на ноль стоны тоже будет как-то даже лучше. Ну, либо раньше включать, видишь, либо раньше включать просто. Ну, это спасает от паразита, это спасает от хиллфлауэр, это спасает от хекса. В перспективе, то есть... А сбивать таких костов нету, дешевых. ДД на паразите? Куда, 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 куда ты идешь? Ну там, боже мой, ну что стайл творит? Ну, знает же, что там гем уже 4 раза в паразит убивает с гемой. Ну, он делал прям у него. Сейчас просто икинарчер может еще не убить. Стайл должно стать именем нарицательным после этого сражения, после этой игры. Сейчас скелет он должен расконтролить нокс. Нет, он стал даже двигать скелета. Да, на лол. Он даже забыл, наверное, о том, что он там стоял, как бы. Да, о, нет, сейчас вспомню. Угол. Стрятал от силуэтки, так и то. Нет, силуэт знает, где он. Силуэтка все видела. Забирает. Ой-ой-ой. Ну да, конечно так. Фейда уже 20 минут. Оттянула игру Фейда на 25 минут в итоге. Фейда просто красоту творит стайл, реально стайл. Сейчас отдался, как, я не знаю. На стиле отдался. На стиле, да, стильном. Выкупается в итоге Фейда, но это ж надо. И сражение. Смотри, у нас... Опа, выгодозы сразу погиб. О, Магнус промахивается с стороны. О, господи. Молодец, как хорошо раздается сейчас ультур. Гриппается, силка. А, есть фраг на силуэт, друзья. Никакого иммортала. Новый иммортал. Сейчас очень хорошо опять сняли. Ой-ой-ой, торчер, торчер, токен сбивать, токен сбивать. Алуна рядом, Алуна здесь. Сейчас еще могут арталы быть. Ну, конечно. Не могут, а обязаны, заберут. Паразит, паразит, довольно сники такой. Ой, слушай, это имба просто. Просто имба. Ну, что я говорил, паразит в лейт-гейме, это такая жестокая вещь. Просто с прокаста уносит любого героя практически. Какая жесть вообще творится. Мне понравилось, ты знаешь, мне еще в этот момент понравилось, что стайл выкупился, стайл прыгнул и сразу сдох. Паразит, сразу убил просто, ждал. И просто такой запрыгивает у него нагой. Да-да-да, фейсхак в лицу. Ну, я не знаю, это очень красиво, это очень интересно. Поднимается фарсакин арчер. Ну, да, он будет. Не дадут они в бараке, да, один вместе. Убегает, фейс. Даже в принципе, а не то, а человек тоже сделал байбэк, правда, зря. Ну, довольно интересная ситуация такая. То есть, по байбэкам, как бы, то, что неплохо сейчас развили на голду. Очень нравится, как играет фараон, он так хорошо стягивает ему. Будет саймуми, он минимум двоистень. Ну, вообще, красавчик, очень нравится. Туда ульта, главное, от фейс проходит всегда. Да. Ну, это как бы... Ну, это понятно, что там будет и ульта, но сам факт того, что он двоих минимум стягивает. Очень, очень скиллово, скажем так. А вот то, что Магмус умножит подкопами, когда он может останье там троих, я так смотрел за ним, он может останье троих, он промазал вообще полностью. Ген, ты знаешь, вот я не знаю, это не в обиду Магмусу, но, по-моему, он в этой игре вообще ничего не решает, вообще. Он даже дамага не наносит, никакого ужаса этой ульты. Да не, почему, Магмус это всегда герой, который... Магмус тоже может переворачивать игры на сцену. Магмус, Бегемот, это такие герои, которые удачно улетят. Ну, у него небущенная ульта, и она что-то как-то дамага вообще не наносит, потому что там 25-го лоэла герои. Паразит. Так, вот, друзья, первый раз у нас... Гитралов. Нет, Гитралов погиб! Велкхантером умер, паразит. Что за жесть такая, фараон? Ну, это минус Мараксус, минус, минус, минус. Нужно убегать силуэт. Нет, нет байбеков, нет байбеков. У них двоих. Но если байбек у силуэтки будет, и у Тартапа. Как сейчас ошиблись? Ты знаешь, я тебе могу сказать, что если бункеры сейчас проиграют, это будет самое трагичное поражение за данный гранд файнал, который мы видели вчера, позавчера. Это будет реально самое трагичное поражение, потому что бункеры ввели, и они ведут по счету, я имею в виду, по эксперт, плюс 17 тысяч, они впереди. И как бы проиграть из-за одной ошибки. Ох. Ну, Джонасон, правильно, конечно. Такие вот кланы. В любом случае, сейчас Тарта должна это забирать, кастует ульту свой Гласиус, который, в принципе, ничего не решает. Нокс забирает фраг, отходит назад Гласиус, и силка, это была ее иллюзия. Нет, забрала она Стайла. Забрала, ну, то, что забирает Стайла, это уже можно не озвучивать. Как даже незамерение даже не озвучать, как это дело. Я вообще не знаю, очень быстро. Я просто вижу надпись, как бы, его убили, все, больше не вижу. Где он, как он. Наверное, что же он тут был со всеми. Смотри, что происходит, молодцы. Так играть можно, так играть нужно. Че ж уже. Бункеры в прошлой игре, вспомни, в бункеры в прошлой игре так поступали. Wild Soul. Ну, но и с другой стороны, так-то заходили скрипами, по-моему. Нет, нет, бункеры без скрипов заходили. Нет, к QSQ сейчас заходили. А, к QSQ, да, да, заходили, да. Но вот сейчас уже вверх пушили без скрипов. Эфей жива. Эфей забирает силуэтку, прыгает сюда Мараксус. Ты знаешь, Гласиус там был лишним, на самом деле. Подкат от Магнуса. Прыгает силуэт, сражается. Ой, как больно, как же ей больно, бедной. Все. Или не все. Нет, погибает силуэт. Подкоп, друзья, от Магнуса. И Мараксус погибает. Да, ГГВП. Выразит кодекс. ГГВП. Просто big play. Я уже готов прописать в чат это. Но нет, не consider. Ну, я думаю, что... Не-не-не, пропишут. Там уже у нее нет байбэка, по-моему. Она два сделала, да? Да, нет байбэка. Да-да. Да-да. Это все. Ну, торт. Ну, да, уже вряд ли, конечно, дефит. Тут уже... Никак. Символ фреща просто включил всякий наш. Ну, торт просто погибает. Ну, и мы ничего не хотели дефить вот так вот. Идтили уже консилидить. Но, видимо, просто захотели под дефить. Да-да. Вот это жесть. Друзья, 42, 37. Мой прогноз все-таки оказался верным. Твой прогноз оказался верным, и ты знаешь, я реально прям... Пожалуй, мне стоит идти и ставить... Да. Не, ну, мне жалко реально, просто жалко бункеров. Как же они вот последние минут 20 играли классно. И одна ошибка, один раз зашли во вражеский лес, и на этом как бы был... Ну, на самом деле, QSQ они выиграли эту игру, скажем так, первые 20 минут. Там такая была деменация жесткая. Потом он-то что-то фейда перестала что-то делать, как-то бегать где-то, непонятно, отдаваться. И это уже скорее... Чуть не дали выиграть, скажем так, QSQ бункер. Ну, можно... Ты знаешь, наверное, все-таки правильно сказать, что чуть не дали QSQ выиграть, но стайл все же в последнее время. Последние минут 25 играл, конечно, просто на умирание, я не знаю. Ну да, как-то шел вальяжно, так скажем, играл. Ну, там пойдет умрет, там пойдет все-таки в тимфайсе вроде он есть, а тут его уже нет. Ты знаешь, я для себя открыл игрока DM from Rus, и очень хорошо он, блядь, поиграл эту игру, очень классно это все было. И обрати внимание, кстати, мы с тобой, видел, 1-11 у Bassets'а, у Rhythm'е, понятно, 1-10, но 1-11 у Maraxx, то есть как-то так вот плохо вообще. Ну, так он влетал там и все, и больше ничего не могу делать. В принципе, он даже на фарме, он неплохие такие шмотки. Что-то, как он стоял, против кого он стоял, там... Причем-то то, что он стоял в Хартлана Бонне, он стоял там на Дабле, у него был в 11-11. Так у него ассистов еще больше всех, так что не считая того, что это провал именно Maraxx, тем более он влетал всегда первым, и разумно, что он разменялся на кого-то. Да, ну что ж, друзья, вот и закончится финальный этап Grand Final турнира DreamHone, Destination DreamHack. У нас определились три команды, которые отправятся, соответственно, в Швецию, это зимой, подожди, в ноябре, правильно? В какого-то... Да-да-да, в конце ноября, 25 ноября. В конце ноября, друзья, отправляется от СНГ, как вы помните, команда Cats Gaming отправляется. Вот со мной сегодня игрокомментировал капитан команды Cats, Геннадий Ака, guess who? Гена, твои приветы. Сейчас Гена вернется, я думаю, у нас в скайпе, и послушаем его, если он совсем не отвалился. Так, попробуем ему перезвонить. Вот, ну а что ж, я вам могу сказать, что... Да, видимо, совсем отвалился. Вот, друзья, ну ладно, ладно, в общем, у Гена еще будет возможность сказать. Или все-таки... Что у нас там со скайпом? Все, наверное, на сегодня все, друзья. Спасибо, что были с нами. Три дня, друзья, мы с вами наслаждались, соответственно, данным ивентом. DreamHound Destination DreamHack завершен. И три команды, которые отправятся, соответственно, в Швецию. Первая команда это Гарри Джонсон 2012. Вторая команда это TTA Sports. И третья команда это QSquad. Всем счастливо, всем пока, друзья. Спокойной ночи. Спасибо, что вы были так долго с нами сегодня, допоздна. Увидимся уже на нашем следующем G7 номер 16, который пройдет с субботы по воскресенье. И, соответственно, как только начнется HON Tour и квалификационные игры, матчи, я постараюсь для вас их, соответственно, показать. Да, Гена у нас в оффлайне. Видимо, пошел уже спать. Вот. Еще раз всем спасибо, всем счастливо, всем пока, друзья. Просто big play был. Реально было классно смотреть. Спокойной ночи.